привет друзья добро пожаловать добро пожаловать на кассандра day russia это мероприятие которым я мечтал почти два года и конечно хотел провести его лично санкт-петербурге моем любимом или может быть москве но обстоятельства сложились иначе и теперь мы делаем все это онлайн ну что же лучше так чем никак добро пожаловать на кассандра day russia и спасибо за ваш интерес так это мероприятие полностью посвящено базе данных апачи кассандра и смежным технологиям например на докладах выступит специалисты с отказами об интеграции апачи кассандра с апач спарк прекрасной технологии для поиска аналитики машин лернинга в том числе и такой event stream платформы как апач кавка что такое апача кассандра история началась достаточно давно еще в фейсбуке в 2010 году апача кассандра разработана в принципе как сайт проект двумя инженерами фейсбука оригинально стала проектом первого уровня apache foundation пополнив ряд знаменитых open source проектов и примерно в то же время появилась компания datastax которая помогает этой базе дает системе управления базами данных развиваться расти и достигать новых высот я буду в дальнейшем на подробно рассказывать что это такое как она работает но пока что просто в двух словах это база данных созданная для того чтобы работать крайне быстро это база данных создана для того чтобы работать с любыми объемами информации то есть петабайтами 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 в любых количествах и базы данных созданная чтобы расти неограниченно то есть по мере того как вам необходимо хранить большее количество данных или обрабатывать большее количество операций. Возможность линейного масштабирования это очень хорошо, мы будем рассказывать об этом в первом воркшопе. Кто использует Apache Cassandra? Несмотря на то, что эта база данных не так известна, допустим, как MySQL или Oracle, это прекрасная система для Big Data и для всего, что требует больших мощностей или распределенности по всему миру, поэтому среди тех, кто использует Cassandra, вы найдете Apple, Instagram, Comcast, GitHub, многие другие глобальные компании, которые работают по всему миру. Типичный случай Cassandra в Netflix. Каждый знает Netflix, стриминговая платформа, много видео. В том году на Data Stacks Accelerate конференции, я лично сделал эту фотографию, инженеры из Netflix докладывали о следующем состоянии. Их деплоймент для Cassandra инфраструктура состояла из десятков тысяч серверов. Инфраструктура динамическая, Netflix в принципе любит динамическую инфраструктуру, если у нас сегодня не черная пятница, они могут что-то подзакрыть. Если сегодня выходит новый сезон Игры Престолов, соответственно, понадобится больше серверов, на тот момент это было примерно 75 тысяч серверов, занимающихся только Cassandra. Это сотни кластеров и огромные объемы данных совершенно. И при этом Netflix замечательна тем, что это один из крупнейших контрибьюторов в Apache Cassandra, то есть значительная часть изменений, допустим, приходящих сейчас в Cassandra версии 4. Это все результат работы инженеров Netflix очень приятным. Я думаю, ровно одна компания может их в этом плане перебить, потому что инженеры Apple рассказали о даже более интересных вещах. В том году это было порядка 150 тысяч серверов, занимающихся Cassandra и с хранением данных. Это десятки миллионов запросов в секунду и сотни петабайт данных. Я думаю, что сейчас не найдется компании в интернете, серии суровее, чтобы сделать какие-то сопоставимые диплойменты, так скажем, для подобного рода масштабов, все еще работающих в миллисекундах, так скажем. Два слова про себя. Я сегодня буду вести воркшопы. Про воркшопы я сейчас скажу два слова. Меня зовут Александр Волочнев. Последний. Пошел уже второй год я работаю на Datastax. Соответственно, и очень доволен иметь возможность в рамках своей трудовой деятельности. Обычно мы работаем для рынка США и Европы, но я настоял на том, чтобы провести мероприятие также и для России. Это первое мероприятие, посвященное Кассандре на русском языке впервые за, не знаю, может быть, за много лет, а может быть и вовсе. Очень рад, что мне удалось это организовать. Соответственно, что у нас будет в рамках Кассандра Дейраса? В первой комнате, первой виртуальной комнате, или, проще сказать, на YouTube-канале, вы находитесь здесь прямо сейчас. То есть, если вы остаетесь со мной на воркшопы, соответственно, не переключайтесь никуда, это есть та самая сейл-рум. Первый воркшоп Кассандра Фундаменталс – это введение в самые основные принципы и основы Apache Кассандра, для чего она создана, в каких ситуациях она хороша, в каких ситуациях она может быть неоптимальна, потому что никакой серебряной пули не существует, не существует идеальной базы данных. Существует база данных, которая подходит под вашу задачу и подходит менее. Соответственно, как и любая другая база данных, Кассандра под вашу задачу может подходить, а может и не подходить. Я расскажу, что это такое, как оно работает, почему оно работает именно так, и в каких ситуациях оно вам пригодится, а в каких ситуациях, возможно, будет не самым идеальным выбором. Второй воркшоп с 12 до 13.45 по Москве. Мы поговорим о создании эффективной модели данных. Дело в том, что Кассандра предоставляет совершенно фантастические возможности, то есть действительно можно работать с петабайтами, и при этом сохранять, получать данные моментально просто, но неправильно разработанная модель данных может все это уничтожить. Это, если вы собираетесь вести практическую разработку с Кассандрой, наверное, самый полезный воркшоп. У нас еще на академии.datastax.com есть курс, посвященный целиком моделированию данных, бесплатный курс. Соответственно, также рекомендую его просмотреть, если этот воркшоп вас действительно зацепит. В курсе мы разбираем, по сути, то же самое, что я сегодня буду рассказывать, но глубже и дольше, более подробно. И последний воркшоп, более короткий, Cassandra Application Development. Здесь уже конкретно про разработку приложений. Какие драйвера есть, как их использовать, как из приложения соединиться с базой данных, сохранить что-то, загрузить что-то и так далее. Соответственно, в комнате RF Room, в другой комнате, чуть позже, у нас начинаются доклады. Первый доклад представит Алексей Отт, Principal Architect Datastax. Нереально крутой специалист, очень рекомендую. Если вы уже имеете представление о том, как работает Apache Cassandra, например, посетили первый воркшоп, который закончится как раз к 12. Значит, 12 часов в Москве уступает Алексей и расскажет про работу Apache Cassandra и Apache Spark вместе. Apache Cassandra — это прекрасная вещь, чтобы обрабатывать огромные объемы операций и данных очень быстро. Но когда мы говорим про поиск, про аналитику, начинаются некоторые неприятности. Почему так, я объясню на первом воркшопе. Соответственно, некоторые вещи лучше вместе. Apache Spark прекрасно интегрируется с Cassandra и дает невероятные возможности совершенно для аналитики, поиска и многих других сложных операций, включая машинное обучение. В следующем выступлении, сейчас у до двух по Москве, выступит Александр Саркаумов, Senior Core Engineer в Datastax. Очень опытный программист. Саша расскажет про то, как работает Cassandra в WritePath, то есть как непосредственно сохраняются данные, и в первую очередь, как работает CommitLock. В WriteAheadLock — это очень важная часть, собственно, пути записи данных Cassandra. Очень важная оптимизация, которая дает некоторые моменты. Этот доклад будет наиболее интересен администраторам, которые непосредственно работают с вазами данных на продакшене, чтобы все бегало быстро, чтобы все бегало без проблем. Соответственно, как в глубине работает CommitLock, тонкости настройки, какие могут быть неприятности. Чем он еще может быть полезен? Потому что CommitLock может быть полезен очень многим, если его правильно использовать. С двух до трех, примерно, Артем Чекунов, Big Data Engineer в Liberty Global — это одна из крупнейших телекоммуникационных компаний в мире. Речь пойдет про интеграцию Cassandra с Kafka и Bidirectional Event Streaming. В целом, Event Streaming — архитектура, построенная на Event событиях. Это очень интересный подход. Если вы с Cassandra уже знакомы, соответственно, с двух до трех, очень интересный доклад, посвященный тому, как можно объединять вещи в вашей инфраструктуре, разные системы, чтобы они работали вместе при помощи Kafka. И в три часа я расскажу о том, что нас ждет, поскольку в этом году выходит Cassandra новой мажорной версии 4.0. Соответственно, расскажу, что там нас интересного ждет внутри. Спойлер — ждет много. Большое спасибо за внимание. Мы начинаем первый воркшоп через пять минут. И большое спасибо, что присоединились. Продолжение следует...